Добро пожаловать в новый видеоурок. С вами Александр Владимиров, школа Logic ProHelp. Не забывайте на нас подписаться, чтобы смотреть полезные видеоуроки. Сейчас мы поговорим про такую достаточно узкую тему, но она очень важная. Это эквализация дилея. Многие, я думаю, знают, как работает дилей. Хотя бы имеют представление, что он повторяет звук, если говорить максимально по-простому. Но есть кое-какие моменты, связанные с его эквализацией, которые я сейчас хочу разобрать. Итак, давайте для примера мы возьмем вот такое вот пианино. Это самое обычное родное пианино. Stainway Piano. Родное. Вот такие вот ноты, в общем-то, незамысловатые. И по обработке здесь буквально срез частот, таких совершенно ненужных, которые мы практически не слышим. И я сделал это пианино чуть более ярким, чтобы просто нам было более наглядно и хорошо как бы слышно. Ну и чуть-чуть реверберации. Мы ее потом чутка больше добавим, уже ближе к концу. Давайте послушаем. Достаточно красивая мелодия. И с помощью дилея мы можем заполнить вот эту пустоту, вот эту пустоту. В целом сделать более богатое звучание. Здесь я использовал такой вот стереодилей. Здесь, соответственно, настройки одинаковые, да, что слева, что справа. Ну, в отличие только то, что здесь по восьмушкам, а здесь по четвертям дилей происходит. И за счет этого мы как бы слышим такой своего рода эффект пинг-понга. Ну и давайте опять же протестируем, как это все звучит. И может показаться, что тут вообще плохого и в чем проблема. Дело в том, что, значит, когда мы хотим звук отодвинуть назад, это вообще тоже отдельная тема, как бы у нас на нашем YouTube-канале все это есть, можете поискать. Нам необходимо срезать высокие частоты. То есть, когда звук мы хотим отодвинуть назад, чтобы он был дальше от слушателя, то есть глубже в миксе, нам нужно первое, это добавить больше реверберации. Второе, это сделать звук тише, что само собой разумеющееся. И третье, это убрать высокие частоты. То есть, их ослабить, либо подрезать, либо просто там шелфом, например, сделать их тише. И когда мы работаем с дилеем, то когда мы делаем фильтрацию вот здесь вот, то мы фильтруем только сам звук дилея. То есть, если я сделаю так, то дилея нет вообще, потому что я все отрезал. Но что если мы срежем не так много, а частот, ну, несколько килогерц? Доступ ко всем курсам школы Logic Pro Help всего за 990 рублей в месяц. Да, это реально. На нашем Boosty вы можете выбрать интересующий вас тариф и смотреть огромнейшее количество курсов по Logic Pro и о работе со звуком. А самое главное, получать эксклюзивные новинки и уникальные видеоматериалы раньше остальных. Для тех, кто не знает, Boosty – это сервис ежемесячной подписки, благодаря которому вы можете получить доступ ко всем нашим курсам в зависимости от выбранного пакета. Просто выберите интересующую вас тему и получите доступ ко всем курсам этой категории всего за 990 рублей в месяц. Сейчас я покажу, как оформить подписку. Выбираем интересующий нас пакет, нажимаем кнопку «Купить», попадаем на нашу страницу Boosty и там нажимаем «Подписаться». Далее проходим регистрацию по номеру телефона или через любую социальную сеть, после чего выбираем количество месяцев для подписки и нажимаем «Купить». После этого вводим данные карты и готово. Можно переходить к обучению в ту же минуту. И помните, что в каждом пакете количество курсов будет регулярно пополняться. Получи все необходимые знания для создания качественной музыки прямо сегодня по самой выгодной цене. Я скопировал этот дилей, но здесь срезал все, что выше 3 кГц. И давайте послушаем, как это будет звучать. Обратите внимание, что сам дилей будет звучать как будто чуть вдалеке. И что самое главное, будет звучать немного чище, чем было до этого. Особенно вот в этой части хорошо заметно, когда дилей повторяется. То есть за счет этого звучит немного чище. Дилей как бы чуть-чуть вдалеке, он звучит чуть-чуть иначе, что создает дополнительное разнообразие. Если мы добавим больше реверберации, то мы получим еще такое более интересное вкусное звучание, которое более свойственно такому транс направлению. В принципе, мелодия красивая, можно использовать где угодно. Ну и давайте сильно не будем в целом повышать верха. И вот получим такую далеке звучащую красивую мелодию. Теперь все вместе со старым дилеем. Снова Более мягко, более нежно. Возможно, сейчас вы слушаете и разница не столь заметна. Попробуйте сами это сделать. Обязательно попрактикуйте это в своем треке. Особенно, если вы пишете транс или еще какую-то музыку, где много дилея. И вы услышите такую, может быть, не сильно прям заметную разницу. Но это то, что отличает более профессиональных продюсеров, музыкантов от дилетантов. То есть вот эти мелочи, работа с планами, она очень хорошо позволяет сделать трек более интересным. Ну и плюс общая мелодия, она будет звучать более чисто, более аккуратно. Поэтому обязательно попробуйте. Это очень полезная штука. Так что применяйте. И уверен, ваши миксы будут более красивыми, интересными, глубокими и так далее. С вами был Александр Владимиров, школа Logic ProHelp. Пока.